Доброе утро! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Катунь24. И вот главное к этому часу. Массовая добровольная вакцинация продолжается по всей России. В Алтайском крае сотни человек уже сделали шаг к формированию устойчивого иммунитета к ковид-19. Подробности далее. В поселке Заречи подключили вторую очередь газового оборудования. Протяженность распределительных труб 5,5 километров. О газификации района расскажем через несколько минут. Золотой век Барнаула, роль Демидовых в истории города и начало работы сереброплавильного завода. В Крымой столице состоится моноспектакль по истории города 18-19 веков «Барнаул в разных лицах». Массовая добровольная вакцинация идет по всей России несколько дней. В Алтайском крае сотни человек уже сделали шаг к формированию устойчивого иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Одним из первых укол новейшей российской вакцины «Спутник Ви» сделал мой коллега Галеб Полянский. Как и многих из вас, меня волнует проблема пандемии новой коронавирусной инфекции. Средства профилактики помогают не заразиться, но чтобы быть полностью уверенным в своей безопасности, я решил вакцинироваться. Тем более, что сейчас у всех желающих появилась такая возможность. Врач поликлиники собирает короткий, но емкий анамнез пациента, желающего пройти вакцинацию. Среди противопоказаний возраст младше 18 лет, ОРВИ, онкопатологии, туберкулез и ВИЧ-инфекция. В остальном все стандартно. Главное, чтобы не было температуры, аллергии на лекарства, а дыхание было ровным и без затруднений. После этого можно пройти в кабинет, где сделают заветный укол. Ампулы хранят в специальных холодильниках при температуре минус 18 градусов, а перед вакцинированием препарат размораживают. Спутник ВИ вводят внутримышечно, укол совершенно безболезненный. «Сегодня место укола и три дня не мочить, не шоркать». Также за несколько дней до вакцинирования и после него медики не рекомендуют употреблять алкоголь. Второй укол необходимо сделать спустя 21 день после первого. Он очень важен для формирования иммунитета, поэтому лучше не пропускать. Спрос на вакцину высокий, чтобы не создавать ажиотаж и очереди, желающих записывают заранее. В среднем в третьей городской поликлинике Барнаула в день делают около 100 уколов. «И после прививки мы должны наблюдать за реакцией, ну хотя бы какое-то время, хотя бы 30 минут. Поэтому если мы пустим без предварительной записи на самотек, возможно скопление народа, что сейчас абсолютно нежелательно и не приветствуется, поскольку ограничительные мероприятия мы соблюдаем. Поэтому лучше записываться заранее». В период тестирования российской вакцины в интернете распространяли большое количество фейков о ней. Что это, конкуренция мировых фармацевтических гигантов или чьи-то политические игры – вопрос дискуссионный. Однако, чтобы развеять необоснованные страхи, возникающие у отдельных категорий населения, депутаты краевого парламента в числе первых в регионе прошли вакцинацию. «Деятельность депутата подразумевает под собой большой круг общения, даже сегодня в условиях ограничения. Но, тем не менее, мы общаемся с людьми, и не хотелось бы, чтобы я была причиной заражения для кого-то». Депутат АКЗС Юрий Останчик заявил, что в необходимости вакцинирования не сомневался ни секунды. Вместе с ним прививку поставили и члены семьи. «Это решение было принято давно, но в первую очередь прививались педагоги, врачи, и как-то неудобно было влазить в эту очередь. Но вот сегодня появилась свободная возможность, и я пошел на этот шаг. Вчера привилась днем раньше супруга». В ближайшее время свой вариант вакцины представит и знаменитый сибирский научный центр «Вектор». Массовая добровольная вакцинация должна помочь сформировать устойчивый коллективный иммунитет и предотвратить в России рецидивы пандемии. Глеб Полянский, Алексей Шаульский, Михаил Лифуншан. Новости. А теперь к другим темам. В поселке Заречье Бийского района подключили вторую очередь газового оборудования. Протяженность распределительных труб – 5,5 километров. Газификацией занимается компания «Азимут-С». В первый месяц этого года специалисты подключили 65 домов в границах переулка в Байкальске и Веселой, а также на улицах Лермонтово и Пятой Речной. Возможность провести газ к себе домой есть еще у 240 собственников в поселке. Всего же планируют подключить полторы тысячи домов в трех бийских поселках. Следующий запуск газораспределительного оборудования запланирован через месяц. Больше 200 образовательных организаций Алтайского края закупили компьютерное оборудование в 2020 году. Финансирование поступило в рамках регионального проекта образования и инициатив губернатора Виктора Томенко в сфере образования в школы городов и районов региона. За год на эти цели направили порядка 374 миллионов рублей. За прошедший год в школы края закупили 188 многофункциональных устройств, 225 интерактивных комплексов устройств, совмещающих в себе профессиональный компьютер и сенсорный дисплей высокой четкости, порядка 360 единиц программируемых конструкторов и роботов для изучения основ программирования робототехнических устройств и основ электроники. Тараканы могут начать атаковывать жителей многоэтажек в скором времени. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре. Активация тараканов в многоквартирных домах неизбежна. Это связано с циклами их размножения. Первая волна нашествия начнется уже в феврале. Тараканы откладывают яйца во влажных местах и среднее время развития яиц составляет примерно 3 месяца. Таким образом, массовое разведение насекомых придется на февраль и повториться летом. Для того, чтобы защитить жилье от насекомых, нужно перекрыть им доступ в квартиру. Для чего необходимо поставить сеточки на окошке вентиляции в ванной и на кухне. Куда теплолюбивые и водолюбивые тараканы приходят в первую очередь. Если же избежать проникновения тараканов не удалось, для борьбы с ними лучше использовать пищевые приманки. И продолжаем выпуск. Больше 20 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Алтайском крае за прошедший год. Кстати, 4,5 тысячи звонков из общего числа поступили от родителей. Им объяснили, как наладить контакт с ребенком и усилить свой авторитет. Дети и родители могут получить профессиональную психологическую помощь, позвонив на Единый общероссийский детский телефон доверия 8 800 200 01 22. Чаще всего за помощью обращаются подростки от 12 до 18 лет. В основном они сообщают о проблемах внутри семьи. Психологи консультируют их по теме разрешения конфликтов, трудностей в построении дружеских отношений, низкой самооценки и по многим другим вопросам. А теперь к новостям культуры. Золотой век Барнаула, роль Демидовых в истории города и начало работы Барнаульского сереброплавильного завода. 23 января в крепостном театре состоится моноспектакль по истории города 18-19 веков «Барнаул в разных лицах». Наша съемочная группа побывала на репетиции. Перенесемся в начало 18 века. Вот здесь бы музыку такую понапряженней. Понапряженней бы, да. Военный штаб, вот приблизительно за таким же столом, Петр Алексеевич Викий проводит военное собрание. Какая взаимосвязь между сломанным пистолетом Петра Великого и горным Барнаулом? Какую тайну унес с собой в могилу первый директор Барнаульского сереброплавильного завода, лично знавший семью Демидовых, где похоронен Иван Ползунов? 23 января состоится моноспектакль по истории 18-19 веков «Барнаул в разных лицах». Экскурсовод, рассказчик, проводник Константин Барниман. Он делится. Его сверхзадача – вдохновить зрителей краевой столицей. В ноябре прошлого года была премьера. Много людей, очень много пришло, и много людей не смогло попасть. Мы повторяем спектакль, и я с премьеры взял обратную связь у людей, и я трансформировал, я его изменил. Сейчас он будет вообще, ну, он другой будет, просто другой. Поэтому даже если те, кто был, придут, они все равно удивятся и скажут «Ничего себе». Потому что вообще история каждый раз по-разному воспринимается. Монолог с вовлечением зрителей. Гости сами изображают героев истории. Императрицу, играющие в карты. Образ дамы в голубом. Просто здесь немножко другой формат, ближе, наверное, к эстрадному воплощению Жванецкого и так далее. Каких-то документальных историй, отчасти лекторий некий, но который подается с художественной подачей больше. И от этого, здесь дело не в игре, дело в материале, его целостности и ценности, что это такое вообще. Напомню, спектакль пройдет уже в эту субботу, 23 января, в Крепостном театре. В будущем организаторы планируют разработать целую серию спектаклей об истории Краевой столицы. После Барнаула Горнозаводского, Барнаул Купеческий и Барнаул Мистический. Следующую постановку обещают представить уже в феврале. Анна Маскаленко, Денис Кузьменко, Новости. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Анастасия Борисова.